Приветствую всех любителей хороших игр, с вами Рирс, мы продолжаем играть в Arx Revival Wolf дополнение Aberration. Сейчас я нахожусь на своем сервере, у нас тут случился вайп, преждевременный так сказать, и я тут внизу томлю равагера 115 левела, заливясь наверх на дерево, чтобы меня тут никто не продамажил. Вот он, собственно, внизу сидит, равагер, вы можете видеть, и еще два равагера 50 левела бегают там, стоят, ждут, пока я приручу этого опустошителя, теперь называется опустошитель по-русски, там ходят два спинозавра, я думаю, их приручить, и каркинос, сегодня у нас по плану приручения каркиноса, так что, думаю, из этого должно что-то получиться, как минимум. Ну, равагер нам нужен чисто, чтобы фармить металл, бегать в синий биом, по зиплайнам, путешествуя по канатным дорогам, не знаю, как они называются в русской озвучке, сейчас посмотрим. Спина я не могу посмотреть, какого левела, потому что я сейчас сижу на, собственно, на равагере, и мы сейчас приручим этого равагера и побежим по верху, до нашей базы, сейчас вам ее покажу. Осталось этому равагеру приручиться минут, ну, пять, наверное. Я его немножко запорол, и последняя стрела ему полетела, когда он уже вырубился, потом положил я ему сначала мясо, потом баранину, такое бывает, да, когда ты косорылый пацан, такое случается. У него 91% был на момент того, когда он приручился уже наполовину, 91% эффективности, и у него плюс 50 с чем-то левелов, то есть он будет 150 какого-то левела. Ну, это расходный материал равагера, они сливаются очень быстро, поэтому особо я на него не надеюсь. Есть, приручился. Мы слазаем вниз, слазаем. Хорошее слово, да? Слазаем. Сиделка, сиделка, быстрей. Надеваем и валим нахрен отсюда. Все, равагер есть, выключаем свет. Он черный, слушай, красивый какой. Блин, что такие у него лапы, как пельмени два, больших, гигантских. Ортон, Ортон, красавец. И за нами никто вроде не бежит, да? Давай, пока я его томил, слил топового лампадога, которого томил на цветочках, на растениях Z. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Сейчас я покажу вам нашу базу для начала. И побегаем, посмотрим здесь, что происходит. Да, вон чувак 150-го спина томит прямо возле нашей базы. Опередил нас. Чертовка. Опередил. И вот она, наша база. Здесь, смотрите, чарджер рядом располагается, который будет заряжать наши батареи. И в будущем будем с него крафтить элемент. Вот он такой красивый. Красивый. А его не перевели еще. Эх, обидно. И, в общем, вот они все. Дина наша. Давайте на единичку нажмем, чтобы, когда параховый впритык, тогда светилось зеленым все. И все. Брава, агрь на месте. Ну шо, кто молодец, а? Кто его приручил все-таки? Мм? Где респектосы мои? Я не понял. Так, вон, как видите, у нас здесь лампадоги. В общем, мы тут поставили дерево в центр. Но это дерево, растение, точнее, растение Z, его пофиксили. И оно теперь не восстанавливает еду и воду, к сожалению. И невозможно выращивать животных. А мы хотели именно для этого дела сюда ее и поставить, чтобы она нам еду и воду восстанавливала. Но ее фиксили, пофиксили. Теперь оно восстанавливает только здоровье. Ну, тоже неплохо будет хилить наших Дина. В общем, вот такая вот база. Нужно ее немножко прибрать будет. Имя для равагера придумывайте. Вот этого я вчера притомил ночью. Аберантный стегозавр. Мосхопс, колобок и дохренища наплечных животных. Нам подогнали вот этого вот паренька. Трайп Хайв. Зе Хайв. Геккон. Лучий хвост, по-моему, зовут. Если не ошибаюсь. Но это... Я не могу его. Лучий хвост, да. Такой геккончик, который обитает вроде как в красном биоме. Если не ошибаюсь. А может быть где-то даже в синем он есть. Ну, в общем, вот такая вот база. Строила, конечно же, Лена. Еще вон листозавр даже есть. Везде распихали лампдогов. И равагера немножечко подальше убрать. Равагер-то красивый какой. Черный. Чернючий. Ой, красота. Ой, красота. Ну-ка, вот так давай. Зацените какой. Эпический. Хотя, ладно, давайте включим на единичку. Чтобы оповещались все животные сразу. И вот так я паркую стегозавра. Вот так. Оп. Чтоб он не мешался. Со всех сторон. Он очень хорошо добывает все ресурсы, которые есть. С грибов, кстати, забыл упомянуть. Что с мукомора падающий биотоксин. И куча просто грибов. Качаем он пока что только вес. С наркотой проблем сейчас не должно у нас быть. Она, в принципе, сейчас не нужна. Нам сейчас нужен металл. Так, смотрим. Зиплайны, как называются здесь. А, где же они у нас? По-моему, они только в верстаке делаются, да? Пойдем глянем. Зиплайны. Вот они. Крюк. Зиплайна. Каменная стрела нужна. Окейшки. Каменные стрелы где-то у нас были. А вы что, закончили, что ли? Каменные стрелы? Ну, не вопрос. Сейчас пойдем, значит, добывать их. А вот есть немножко ресурсов. Нам, я думаю, хватит столько. Так, делаем крылья. Синие самоцветы. Слиток металла. Слитокожеволокно. О, так она вообще изи сделается. Крылышки-то наши. Синие самоцветы нам нужны. Мы собирали, я помню. Самоцветы, не помнишь, здесь синие лежат у нас? А вот, все нашел. Тут их полным-полно падает. Во время землетрясения можно собирать. Можно... Да вообще, как хочешь можно их собирать. И металл единственное не хватает. Но за металлом сейчас скажу. Осталось только сделать зиплайнер. Так, там на дрейке кто-то летает. Оп. Оп. О, надо броню починить. Господи. Ну все, господа. Выдвигаемся. Лампа-дог будет нас прикрывать. Давайте имя тоже для них придумаем. Для лампа-догов. Для опустошителей. Слушай, сейчас должно быть там все опасно, да? Ну посмотрим какого-то левела, краб. Краб. Левел мне все покажи. 90. Слушай, можно его уже притомить будет. Хотя бы 90-го. Без киблов, без всего. Просто на мясе притомим. Ой, на мясе. На гнилом мясе притомим его. Нам нужна будет ловушка. В принципе, можно будет ловушкой воспользоваться наших корешей. Крокодил, смотри-ка. Ну давай. На мясо его. Нет. Краб, краб, краб. Краб, краб. Не надо, не надо, не надо. Нет, сейчас схватит и лишусь собаки. Это прям вангую. Все, валим, 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 валим. Пока ночь. Подождем где-нибудь в безопасном месте утра. Вот она ловушка, которую мы томили на стриме. Ребята построили прям в том же самом месте. Вот такую же ловушку. Я думаю, мы ей воспользуемся. Хотя лучше свою сделать. Потому что, мало ли, это будет занято. Еще что-нибудь такое. О, спинозаврик. 95-го левела. Зачем такое добро пропадать будет? И краб. О, сейчас тонна хитина будет. Алло. Ох, 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 жесть. А чувак прямо отсюда томит крабов, да? И да, вон спуск есть в синебиом. Уже природный спуск сделан. Самостоятельно. Пойдем. Равагер наш. Так, что мы здесь сдропнуем? Здесь мяса много. Хотя ладно, возьмем это мясо с собой. Я уже вижу металл. Уже здесь есть он. Давай, 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 давай. Топи. Вот он, металл. Так, нам нужна кирочка. Нам нужно-то там немного металла. На самом-то деле. Прям с равагера, смотрите, можно добывать. Красотища. Красотища. И в равагере, в опустошителе, все ресурсы, которые мы добываем. Ну, такие вот начальные. Грубо говоря, не знаю насчет на обсидиана, но камень и металл, они весят меньше в нем. В равагере. Так, там. О, зиплайнка есть. Так даже две зачем-то. Давай, прыгай. Отстань. Нам нужно как-то вот туда добраться. Не получилось, да? Ладно, попробуем перебить ее. Разрешите вас перебить. О, какая-то жесткая. И кристаллов синих можно порубить здесь в кемах. Давай уже отъедь. Вот эта-то маленькая должна. Так, ну это кремень, это не то. Это не металлическая хрень. О, жучок. Ну-ка, есть гниль. Я его не смогу в лапы взять, мне лампдог будет мешать. Блин. Грусть печаль. Так, тут грибы замораживающие. Тут даже два жука. Они бы нам пригодились. Ой, я знаю, что сейчас сделаю. Мы лампдога поместим куда-нибудь повыше. Временно. У нас все равно их много. Вот сюда на Р-ку нажимаем разульку. Сиди здесь. Кукуй. В селе Кукуево. Поднимем сюда жуков. Да вон он, блин, господи. Жучок, ты меня так не пугай. Все, берем одного. Закинем сейчас его повыше. Скидываем. Пока металла не видно. Не забываем, что у нас всего два зиплайна. Которые нам помогут выбраться. Из этой непростой ситуации. Где-то, 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 где-то. Окейшки. Потом приручим еще. До конца. Так, все. Мы с источником света. Попробуем посмотреть здесь. Металл. О-хо-хо-хо! Олененок! Олененок! Какого ты левела? Ой, красота! Светорожек, давай к нам. В нашу тусу джуса. Итак, господа, напоминаю, что наша цель найти металла. Хоть чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть металла. Нам нужно вглубь синего биома, чтобы найти этот металл. Я это знаю. Вы это знаете. Поэтому мы туда и отправляемся. Пока что металла не видно. Опять апнулся лайвел. Да твою мать! Василис, серьезно? Да вы шо гоните? Там равагеры еще. Ой-ой-ой, ешки. Иди нахрен. Турной, блин. Я пошел отсюда. Вы как хотите, а я сваливаю. Сверху на тебя посмотрю какого-то левела. К черту жука. Просто уходим. Просто поднимаемся выше. Вот это ж надо было на Василиска напороться сразу же. Левел смотрим. 75-го левела он еще. Нет, 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 нет! Нет! Да стой! Да дурой! Что ли? Дурной! Ой, ладно, свиторог я тебя спасать даже не буду. Тусуюся там. Эээ. Жанко. Все равно пойдем за металлом. К черту. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. Идем за металлом. Расцвело уже, да? Практически расцвело. Так, Равагеру, что мы качаем? Я думаю, скорость передвижения. Ну что, господа, продолжаем наши поиски металла. Господи, как же это страшно. Вот, металла много. Вот здесь зиплайнка нам пригодится. Давай. Сюда. И сюда. Все. Теперь наш Равагер забьется металлом. Забиваем. Этого нам предостаточно. Уходим. И выгружаем наших животных обратно. Все. Уходим с этой местности. И теперь наша задача следующая. Нам нужно будет выбраться живым. Лампдога, я думаю, мы призовем за собой. Попробуем. Может быть, он дойдет до нас. Вот этого мы вот так. Жучка-паучка. Нельзя одновременно двух животных, одно на плече, другое в руках, держать. Такое не получится. К сожалению, стоит защита такая. Игровая условность. А такого сделать нельзя. Ну-ка, попробуем сюда все приложить. Будет ли меньше весить? Не настолько много-то и меньше будет весить все это дело. О, привет. Привет. Как дела? Нормально. Жучков вытаскиваешь потихонечку. Ну, таская тут. Да, за металлом сбегал. Запарился этих рамагеров искать. На карте вообще их нет практически. А тут здесь тоже немецы, да? Начинаю отрезаться. Это от времени суток зависит, да? Ой, я даже не знаю. Это скорее от отсутствия света. От отсутствия заряда. Давай, если он. Все, отправляемся на базу. Ну, надеюсь, он выживет. Лампдог. Можно в него часть переложить еще. Записка. О, да. Зацените, какие модные записки новые стали. Крутые. В стиле тег. Ну, что, дамы и господа. Продолжаем наше выживание в нашем сервере. Тут за кадром у нас опустошитель помер. Очень жаль, конечно. Сватил меня мигалозавр. И ушатал меня и опустошителя. Также, что у нас здесь? Спинозавр прирученный, 119-го левела. Я немножко прокачал. Прокачал мы левел в 5-6. Лена притомила все-таки крокодила этого, Геннадия. База строится, все хорошо. Нужно пойти попить водички. Я с лампдогом. А нет, без лампдога. А где мы лампдог? Вот он. Е-мое, а где вода-то у нас? А, вот. Водичка. Я сейчас строю ловушку. Ловушку для краб. Ну, нам повезло. Ну, как повезло, относительно. Это можно назвать удачей. Сожрали наших дудошек. Вот здесь два опустошителя стоят. Сейчас их будем глушить. Сколько они отнимают? Много? Много. Вот этого убьем. Это лоу-левельное. Ставим только того. Опустошителя. Да, все. Глушим заново его. С нуля собачего. Оп. Сиди там, не ходи никуда. Да успокойся, ты вырубишь уже. Во, неужели? Все. Томим этого опустошителя. Положим в него немножко мяса, немножко баранины. Вот столько баранины, я думаю, хватит ему за глаза. И остальное мясо. Все равно он все не съест. Кладем в него. Идем строить ловушку дальше. Я уже поставил, наметил, где она будет. Вот так в тебя. И вот так. Все. Сиди. Вот здесь будет наша ловушка. Такое место для краба. Я не знаю, хватит ему или не хватит места. Сейчас будем тренироваться вот на этом крабе, который находится у нас здесь. Попробуем его завести. Вот сюда я хочу поставить вот такие ворота. Вот так, чтобы сюда можно было заходить спокойно. Хлоп. Ну а сюда. Вот так. И, собственно, практически все. Сейчас попробуем завести сюда краба. Я не знаю, что из этого будет. Надеюсь, что что-нибудь получится. Так, для начала нам нужно стреляющие что-нибудь. Ну, пятого левела крабик. Идешь сюда. Идешь. О-ло-ло. Каркинос идет сюда. Заходи, 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 родненький. Давай, 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 давай. Заходи ближе. Сюда, 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 сюда. О-ло-ло, кека. А кто тут у нас попался, а? Так это ж мистер крабс. Ты что там делаешь? Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, куда поставить баллисту? Вот это вот сюда, наверное, да, будем ее ставить? Да, вот. Куда-то сюда. Нужен фундамент. Так, главное в этой ситуации сделать все верно. Чтобы точно получалось попасть. Да ну нафиг. Нельзя строиться. Нет опор или точки привязки? И что? Да как так-то? О, какой поворот. Я присмотрел себе местечко. Кстати, она собираться переехала обратно на старый IP-адрес. Все хорошо. Теперь она у нас опять на железе на нашем стоит. Так, теперь нам нужно сделать здесь ловушку. Ну, я думаю, в самый раз. В самый раз будет. В самый раз вот так. Воткнуть. Там можно будет пройти, мне кажется. Ну ладно, пускай будет так. Сюда. Здесь не пройти, не пройти. Тут тоже не пройти. Все хорошо. Готово. А у нас тут на повязочке дня 145-й каркинос. А я тут как раз ловушечку закончил. Прям возле дома резнулся вообще. Удача. Удача еще какая. Ну, у меня одна стрела всего лишь, правда. Попаду, не попаду. Попал. Так, давай сюда, дружочек. Давай, давай, давай. 145-й. Браток. Ходил тут прям. Резался их подряд. Видите, вообще ни одной живки нету в округе. Давай, 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 крабстер. Мистер Лобстер. За мной, за мной, за мной. Сейчас я вам покажу эту ловушку. Она прямо напротив нашего дома находится. Видите, как интересно располагается катапульта. Сейчас все увидите. Давай, 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 крабстер. Сюда, 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 сюда. Ой. Что такое? Что такое? Не нравится тебе сидеть здесь? Посидишь, ничего с тобой не будет. Все. Идеально. Нам сейчас понадобится помощь Лены. Сейчас давайте покажу вам сначала принцип ловушки. Ну, принципы поняли. Я думаю, тут бегемота стоит и маленькие гейты. Возле скалы. Сейчас залезем наверх. Чтобы залезть сюда, нужно тут немного извратиться. Вот так. Оп. И по лес. По лес, по лес, по лес. Потихонечку. Такая ловушечка. Подвесная. Я надеюсь, залезет с первого раза. Нет, не хочет с первого раза залазить. Бывают такие сбои. Все, залез. Вот так она выглядит. Фундамент. По сути, она на фундаменте держится. И вот, как видите, вон краб стоит. Все с ним хорошо. Садимся на катапульту. Нужно брать немножечко повыше. Вот так. И. Бац. И вроде прилетело. Вот так и будем его оглушать. Немного повыше. Нет, в ногу попал. Еще выше, значит. Вот так, значит. Не попадаю. Смотри-ка. Надо вообще вот так брать, наверное. А мы тут вездем 120-го спинозаврика. Спинозаврика. Там у меня сейчас может быть окошко открыто. И должны быть слышны плохие звуки. Но, блин. Некогда. Некогда. Некогда все настраивать. Я шел за металлом на новом ровагере. Нашу базу, дикий ровагер, сожрал полностью всю. Все сожрал, что можно было с нее. Всех Дина убил. И вот этого дикого ровагера пришлось приручить. Сожрал он это ночью, пока нас не было онлайн. Воспользуемся этой же самой ловушкой. Краба так и не приручили еще. Все, закрывай. Все. Сейчас будем томить его. Изи-бризи. Пойдем стрелу делать. Ну что, уважаемые дамы и господа. Начинаем приключение 120-го спинозаврика. Хоть какое-то счастье. Пока на данный момент у нас новый день. На дворе там за окном лает пес. Надеюсь, его будет не так жестко слышно. Ну, начинаем приключение. Нам подогнали тут винтовочку. Выклинчили. С дротиками. Что больно, он бьется. Затылок не сродить. Приручаться будет 40 минут. Нужно будет 15 баранины и 170 наркотиков. Мы приручили Трайка на скорую руку 20-го левела. За дома ходил. Стоит он сейчас на базе. Сейчас на Трайке. Пойдем наркотинок. Насобираем быстренько. И все должно быть хорошо. Но это не точно. Как говорится. Миллион раз все может пойти не так. И пока он будет приручаться. Вдруг сейчас здесь где-нибудь появится каркинос. И нам нужно будет либо строить новую ловушку для каркиноса. Либо я хозяин. Потому что эта ловушка меня не устраивает. Как она выглядит. Выглядит она, конечно, прикольно. Но как она действует, меня не устраивает. С пенозавров я приручал раза два, наверное, всего в своей жизни. Потому что это аналог Рекса, по сути, да? Считается. Но здесь Рексов нет. Если были бы Рексы, я бы лучше Рекса приручал. Но спенозавр, смотрите, он земноводный. Ой-ой-ой. Это даже лучше будет. Сейчас подожди. Давай я один постреляю. Не стреляй. Томил я его, когда он только вышел. То есть, вышел сначала, все, врыбился. Давайте расскажу вам про спенозавра и историю одну интересную. Напомню, когда он только вышел, мы обсрали на него, ну, примерно наркоты 600 на этого спенозавра. Вышел он примерно через месяц, как и арк, стал доступен для пользователей. То есть, он появился в раннем доступе в стиме. Ну, примерно через месяц, где-то так. Может быть, даже меньше. Спенозавра добавили и еще какой-то динов. По-моему, только спенозавр или еще какой-то динов был, я не помню. Ну, в общем, это было года два назад, когда только вышел арк. И, ох, это было жесть. Их было невозможно найти, этих спенозавров, для первое время. Искали мы его долго, и там был левел максимальный, то ли 28-й, то ли что-то такое. Ну, в общем, не шибко большие левела. Ну, и мы нашли там то ли 26-го, то ли 25-го, я уж не помню. Он почти топовый на тот момент был. Динозавр. Оглушили его, собственно. И прокляли все, там столько наркоты ушло. Но мы все-таки его приручили. И жили мы в то время под водой. В подводных пещерах на карте Айланд. Раньше не было никаких карт других. И не было никаких биомов. Был один биом сплошной, даже болота не было. Представляете? И зимки. Но это было весело. А я тут барашка нашел, сижу, карауливаю его на спинозаврике, на нашем, на старом. Куда ты пошел, ну, дружочек? Ну ты че, я ж тебя заблочил. Так хорошо получилось. Вот так. Значит, сидел я возле барашка. Возле этого замечательно подбежал чувак из Трайба Никс. И приручил его кексом. Уже переименовал. Видите, вот он. Кан. Уже его переименовал. Начал уводить. И тут я, значит, опомнился. Ну, в общем, он мне его отклемил обратно барашкой. Вот он стоит. Также он подогнал до этого нам еще из Трайба Ниб. Подогнали нам вот такого вот замечательного карна. Потому что у нас не было вообще животных. Сжалились над нами. Решили помочь нам немножко. Вот такого вот замечательного. Подогнали автомат. Теперь я автомат, стреляющий в лице. Все делаю. И, в общем, круто. И дофига резов еще всяких разных подвезли. Трайба у него подогнал нам дротики. Дротики мы уже потратили. Потому что спинозавр у нас проснулся. И, в общем, сейчас иду спинозавра. В общем, сейчас будем его резать. Барана. Нам нужно взять в руки топор. И выбрать такую вот фигню. Вот так. Отлично. Нет, 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 нет. Кирочке надо. Ох, сколько баранина. Жесть. На Х4. Ну, в общем, спина два раза оглушенная. И, скорее всего, последняя стрела еще была лишняя. Так что эффективности будет немножко поменьше. Ну, все как обычно у нас. Все как обычно. Приручение идет своим ходом. У него должно было быть минус 900 еды. Сейчас у него минус 800 еды. Посмотрим, что из этого выйдет. Закидываем ему. Хотя нет, смотри, эффективность нормальная даже. Вроде бы. Вроде бы даже сносная. Закинем вот так. Я думаю, этого количества ему хватит за глазище. Чувак на спина он гоняет. Ну-ка. Хаос. 204 левела. Хороший спинозавр. Неплохой. Бежим на базу. Выкидываем все остальное. Тут крокодил, по-моему. Да, сейчас за мной будет? Нет, не надо, крокодил. Я хороший. Не ешь меня. Не надо меня кушать, крокодил. Ой, все остальное перекидываем. У этого чудесного спинозавра. Да. Приручил за 177 левела стал. Хорош, хорош. Ну, выходи, дружочек. Все. Ты свободен. Пойдем. У него, по-моему, даже этот гребень светится по-другому как-то. Все, пойдем за нами. Придумывайте имена для спинозавров, для наших. Хорош, чудесных. Составляйте свои варианты в комментариях. А, не одинаково пола. Ну, блин, что поделать. Ладно, сейчас его качну побыстренько. Оп. Выключим свет. Да, смотрите. Прямо у него хребет светится так. Интересно. Прикольно выглядит. Все, два спинозавра есть. Теперь осталось нам Каркиноса приручить. Ну, Каркиноса, я думаю, будем приручать уже в следующей серии. А на этом завершим сегодняшнее наше приключение. Я не знаю, какая серия получится. Скорее всего, будет либо здоровенная пипец, либо порезанная. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео друзьям. Также вступайте в группу ВКонтакте. Это группа сервера теперь. Там еще новости по арку выкладываются. Ну, и приходите играть к нам на сервера. Ссылочка на них, как всегда, в описании. Сейчас идет Х4. Может быть, успеете. Но сегодня уже выключается. Х4 у нас и в дальнейшем будет у нас Х2 на все. Всем счастливо. Всем до новых встреч.